Глава 2 называется «Неантагонистические игры». Глава 9 называется «Ситуация равновесия в играх многих лиц». В первой главе мы рассматривали антагонистические игры, то есть там, где интересы игроков были противоположны друг другу. Ну, в реальных ситуациях обычно довольно часто бывает, что они, интересы, не противоположны. Ну и возникает игра двух лиц с непротивоположными интересами. Ну, кроме того, рассматривают игры многих лиц. Значит, мы начнем с определения общей игры двух лиц, которые, интересы, вообще говоря, не противоположны. Значит, пусть у нас, как раньше, х — это стратегия первого игрока, выбирает стратегию из множества х. y — стратегия второго игрока, выбирает y маленькая из множества y, ну и возникает пара x, y. Ну, она в теории игр часто ее называют ситуацией, такая терминология. Раньше мы говорили точка, пара, а вообще есть такая терминология ситуации. Значит, x, y у нас принадлежит прямому произведению x на y, это множество всех ситуаций. Ну и у игроков есть функция выигрыша. Значит, у первого игрока — это функция f от x, y. Значит, ему желательно, чтобы его выигрыш был как можно больше. А у второго игрока есть своя функция выигрыша g от x, y. Которые он также стремится максимизировать. То есть, вот в общей игре двух лиц оба игрока являются максимизирующими. Один максимизирует функцию f, второй максимизирует функцию g. Ну и окончательно общая игра двух лиц в нормальной форме выглядит следующим образом. Значит, нужно задать множество стратегий игроков и функции выигрыша игроков. Ну и при этом нормальная форма игры подразумевает, что игроки выбирают свои стратегии независимо друг от друга. То есть, каждый, допустим, первый выбирает x, не зная, что выбирает второй игрок, какой y выбирается. Ну, понятно, что это определение общей игры, значит, это обобщение антагонистической игры. Если мы возьмем, в частности, g от x, y, тождественно равно минус f от x, y, то у нас получается антагонистическая игра. Ну вот мы определяли решение антагонистической игры, которая использовала понятие седловой точки. Как некого устойчивого, устойчивой пары, значит, в игре. Ну, здесь, естественным обобщением понятия седловой точки, есть понятие ситуации равновесия. Ну, давайте введем соответствующее определение. Значит, определение. Ситуация x0, y0 называется ситуация равновесия, значит, ситуация равновесия, ну, или равновесия по нэшу, такая еще терминология. Если выполняется следующее неравенство. Ну, смысл ситуации равновесия, это тоже некое устойчивое положение в игре. Значит, видно, что если первый отклоняется от x0 в сторону x, то это ему невыгодно, выигрыш не увеличивается. Ну, то же самое второй. Если отклоняется от y0 в сторону y, то его выигрыш не увеличивается. Ну, и вот в качестве упражнения легко, значит, покажите, что вот если функция g, h10 на минус f, то есть если игра антагонистическая, то ситуация равновесия, это просто седловая точка. То есть в антагонистической игре ситуация равновесия является седловыми точками функции f. Ну, это просто-напросто нужно подставить, вот, g равно минус f, поменять знак неравенства, и получится определение седловой точки. Ну, вот понятие ситуации равновесия в играх общих, значит, оно обладает, в общем-то, некоторыми недостатками, о которых мы будем говорить по сравнению, например, с определением седловой точки. Вот в антагонистической игре, я напомню, что если у нас в антагонистической игре x0, y0, это седловая точка, то есть некое устойчивое положение в игре, то компоненты седловой точки, в соответствии с теоремой 1, 1, 1, значит, компоненты являются максиминной и минимаксной стратегиями. То есть это о чем говорит? Ну и наоборот, конечно, если седловая точка есть, то любая пара из максиминной и минимаксной стратегии – это седловая точка. Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что концепция равновесия и концепция получения наилучшего гарантированного результата в антагонистической игре, они фактически совпадают. То есть вы можете стремиться просто к получению как бы наилучшего гарантированного результата, и автоматически это будет оптимальная стратегия, автоматически будет образована седловая точка. Ну, более того, мы там заметили, что если есть две седловые точки, скажем, в антагонистической игре есть две седловые точки, то значение в этих седловых точках – это будет значение игры, и значение будет одинаковое. Ну вот такими свойствами, вообще говоря, не обладает ситуация равновесия в общей игре двух лиц. Ну вот, чтобы привести соответствующие примеры, давайте рассмотрим понятие биматричной игры. То есть это как бы некий частный случай, так же, как вот понятие матричной игры. Там у нас матрица была одна, а здесь вот у нас, получается, две матрицы будут. Итак, давайте введем следующее определение. Значит, общая игра гамма называется биматричной. Биматричной. Если множество стратегий игроков конечные, то есть x – это множество 1 и так далее, m, y – множество 1 и так далее, n. Ну, фактически, это множество номеров, скажем. Конечное множество стратегий – это множество номеров стратегий игроков. Ну, соответственно, выигрыши игроков, значит, можно записать, да, ну, стратегия нам удобнее. Вместо x писать, так же, как в матричных играх, это будет i. Второй игрок выбирает, ну, вместо y пишем g из множества y. Ну, и, соответственно, выигрыши запишем следующим образом. f от i и g удобнее записать в таком матричном виде, а и g. Соответственно, g от i и g – это b и g. Значит, а и g – это выигрыш первого игрока, b и g – это выигрыш второго игрока. Ну, и возникают две матрицы. Значит, матрица а, а и g, размером m на n. Ну, и вторая матрица b, b и g, размером m на n. Ну, понятно, что в биматричной игре первый игрок выбирает номер строки, второй номер столбца, причем одновременно, как бы, в первую и во второй матрице. Значит, после того, как выбраны и и g, выигрыш первого надо искать в матрице а, выигрыш второго – в матрице b. Ну, а теперь давайте, вот, для биматричной игры давайте определим, как бы, ситуацию равновесия в чистых стратегиях. Фактически, вот это определение мы сейчас конкретизируем для биматричной игры. Значит, пара и 0, g0 в биматричной игре – это ситуация равновесия, если выполняется следующее неравенство. Если а и g0 меньше равно а и 0, g0 при всех и от 1 до m. Ну, и, соответственно, b и нулевое g меньше равно b и 0, g0 при всех g от 1 до n. То есть, фактически, вот эти вот неравенства, которые были в общем определении, мы конкретизировали в данном случае для биматричной игры. Ну, и здесь можно также просто понять, что означает, что и 0, g0 – это ситуация равновесия. Значит, если мы, как бы, изобразим матрицы а и b. Ну, вот у нас строка и 0, столбец g0. То же самое здесь, и 0, столбец g0. Ну, и здесь элементы, соответственно, а и 0, g0, ну и b и 0, g0. Тогда вот из этих неравенств следует, что вот этот элемент а и 0, g0, он является, вот из первого неравенства вытекает, он является максимальным, g0 там в столбце. А вот элемент b и 0, g0, он является максимальным в и 0-той строке. То есть, вот глядя буквально на матрицу, можно таким образом установить, являлится данная пара ситуация равновесия или нет. Ну, а теперь давайте перейдем к примерам, которые демонстрируют недостатки ситуации равновесия. Ну, это классические примеры. Значит, вот первый пример называется «Семейный спор». Значит, игра «Семейный спор» называется. Значит, первый. Ну, я сейчас сначала выпишу матрицу игры, а потом интерпретация будет. Значит, 1, 0, 0, 2. 2, 0, 0, 1. Ну, давайте представим себе семейную пару. Муж и жена. Значит, первый игрок – жена. Значит, первый игрок. Значит, здесь выигрыш, здесь жена. Здесь муж. Ну, у них две стратегии. Значит, они фактически спорят о следующем. Куда идти? На футбол или в театр? Ну, здесь получается так. Если они идут на футбол, то жена получает единицу удовольствия. Если в театр вдвоем, то две единицы. У мужа наоборот. Значит, если на футбол он получает две единицы удовольствия, в театр – одну. Ну, если они идут в разные места, ничего, так сказать, хорошего нет. Это по нуля получает. Ну, и вот в этой игре можно заметить, есть две ситуации равновесия. Значит, одна вот такая, отклоняться, понятно, невыгодно. Ну, если, так сказать, этот элемент максимальный в своем столбце, а вот этот элемент максимальный в своей строке. И вторая ситуация есть. Вот такая. Вторая ситуация равновесия. Значит, формально их две. Один-один и два-два. Ну, или можно написать так. Футбол-футбол, театр-театр. Это одно и то же. Получается, в разных ситуациях равновесия игроки получают разные выигрыши. Отсюда семейный спор. Спрашивается, куда идти. Ну, в связи с этим примером, поскольку вот такие споры возможны, рассматривается такой подход. Говорят так, что для того, чтобы реализовать ситуацию равновесия, о ней надо договориться. То есть сначала игроки договариваются, а затем они уже как бы расходятся и, конечно, могут нарушать договоренности, но это будет им, каждому будет только хуже. Если один нарушает, а второй нет. Ну, вот такие игры с таким сценарием поведения называются бесколлекционными, хотя здесь есть некоторое внутреннее противоречие. Вроде бы, с одной стороны, бесколлекционная игра, с другой стороны, есть договоренность о ситуации равновесия. Ну, вот это первый пример недостатка. Значит, второй пример называется «Дилемма заключенного». Так, ну давайте я тоже выпишу сначала выигрыш, а затем уже комментарий. представим себе, есть два человека, которые подозреваются в преступлении, значит, они сидят в камере предварительного заключения, и следователь ходит к ним и предлагает, в общем-то, сознаться. Значит, у каждого из них есть как бы два варианта. Значит, первый – это сознаться, да, второй – нет. При этом уже установлено, что они совершили преступление, скажем, то, что раскрыто, как раз тянет на два года. Значит, здесь на самом деле, как бы, тюремный срок со знаком минус. То есть, сейчас раскрыто, что они совершили преступление, по которому могут осудить на два года. Значит, следователь предлагает альтернативы. Сознаешься или нет каждому из них? Значит, что будет, если они оба сознаются? Если они сознаются, то как раз они получат по пять лет. Они просто раскроют все, что они сделали. Дальше, если один сознается, а второй – нет, то первый получит, вот первый сознается, второй, допустим, нет. Тогда первый получает только год, а второй получает 10 лет. Ну, понятно, для чего. В Италии так и есть такое законодательство, что кто сознается, там минимальный срок, а тот получает, наоборот, большой срок. Ну, понятно, почему, чтобы он там подольше посидел и не мстил, скажем, своему приятелю. Ну, и здесь, наоборот, значит, если первый не сознается, он получает 10 лет, а второй, если он сознается, тот получает один год. Если они оба не сознаются, то они получают вот эти вот минус два года, которые, значит, текущие, что раскрыто. Ну, вот в этой игре единственная ситуация равновесия, вот такая, сознаваться. Ну, почему эта ситуация равновесия? Здесь это максимальный элемент в столбце, максимальный элемент в строке. Значит, других ситуаций равновесия здесь нет. Это можно легко проверить. Ну, например, вот это, минус два, два. Понятно, что здесь выгодно отклониться первому, значит, он получит только год вместо двух. Ну, а здесь, понятно, скажем, если здесь мы находимся, то здесь уже выгодно отклониться второму. Здесь получается так, что здесь единственная ситуация равновесия, но она обладает следующим недостатком. Есть ситуация, в которой они получают оба больше, чем в ситуации равновесия. А именно вот это вот, два, два, здесь они получают оба, значит, ситуация равновесия один-один, а в ситуации два-два они получают оба строго больше. Ну, вот в связи с этим можно вести понятие оптимальности Папарета. Вот, для любых ситуаций. Давайте введем соответствующее определение, ну, и прокомментируем еще раз этот пример. Итак, определение. Ну, некоторая ситуация, скажем, x со звездочкой, y со звездочкой, называется оптимальный Папарета. Оптимальный Папарет. Если не существует такой ситуации x, y, что выполняется следующее неравенство. f от x, y больше равно g, ой, простите, f от x со звездочкой, y, ну, и g от x, y больше равно g от x со звездочкой, y со звездочкой. Не существует такое, что выполнено вот такие неравенства, и при этом хотя бы одно из этих неравенств строго. вот такое еще дополнительное условие. Хотя бы одно из этих неравенств строго. но можно убедиться, что вот ситуация равновесия в этом примере, она не является оптимальной Папарета, поскольку вот x, y, вот соответственно, ну, вот эта ситуация, она строго лучше для каждого из игроков. ну, вот в качестве примера докажите, что если у нас игра антагонистическая, то есть если g, так здесь на минус f, то в антагонистической игре любая ситуация является ситуацией оптимальной Папарета. ну, там все, дело в том, что если, как бы, выигрыш изображать на плоскости, вот такой, то там, получается, соответствующий выигрыш, они будут лежать, как бы, на прямой g плюс f равняется нулю. Ну, это просто надо строго показать, что любая ситуация в антагонистической игре является оптимальной Папарет. Ну, наконец, еще один пример, который демонстрирует недостатки. Давайте выпишем следующую игру биматричную. Значит, пусть у нас а равно 2, 0, 5, 2, 2, 3, b, 2, 2, 1, 0, 7, 8. Значит, в этой игре имеется единственная ситуация равновесия. Вот такая. Ну, здесь матрица А элемент максимальный в столбце, в матрице Б элемент 2 максимальный в строке. Других ситуаций равновесия здесь нет. Ну, допустим, если мы находимся здесь, здесь понятно, что выгодно отклоняться второму. Вот, скажем, вместо нуля получить 7, значит, он как бы меняет столбец. Здесь опять ему выгодно отклоняться. Здесь выгодно отклоняться первому. И здесь выгодно отклоняться опять второму. Ну, а здесь опять первому. Вот стрелочка означает, кому выгодно отклоняться. Значит, единственная ситуация равновесия, но недостаток ее состоит в том, что вот эти равновесные стратегии, компоненты ситуации равновесия, будем их называть равновесными стратегиями, они не являются максиминными. Ну, давайте проверим. Значит, что такое W1 от 1? Значит, это по определению минимум G от 1 до 3, а 1 G. То есть, просто посмотрим, вот для первой стратегии, чему равен гарантированный выигрыш. Ну, он равен нулю, нетрудно видеть. АW от 2, если взять вторую строчку, то здесь гарантированно аналогичный минимум А2G равен 2. То есть, получается, неравновесная вторая строка, вторая стратегия обеспечивает выигрыш больше. То есть, она является максиминной. Вторая стратегия является максиминной. Ну, то же самое можно показать, что для второго игрока вот равновесная стратегия максиминной не является. Там также вторая стратегия, да, она является максиминной. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что вы выбираете, допустим, ситуацию равновесия, но никаких гарантий здесь нет. Что здесь может быть? Ну, вот, допустим, они выбрали ситуацию равновесия. Первый рассуждает таким образом. Я отклонюсь, я получаю то же самое 2. Вроде бы то же самое. Но если вдруг у него какое-то желание навредить второму, то он отклонится, чтобы второй получил 0. Ну, то же самое может также рассуждать и второй. То есть, получается, что здесь, вот в этом как раз недостаток. Что кто-то может отклониться для того, чтобы навредить второму. В антагонистических играх такое невозможно. Так, ну и теперь давайте рассмотрим уже игры многих лиц. То есть, вот это вот понятие общей игры можно распространить на игры многих лиц. Ну и, соответственно, там будет определение ситуации равновесия. Итак, давайте определим игру многих лиц. Значит, будем считать, что у нас множество игроков 1 и так далее, S. Это их номера. S больше равно 2. Пусть у нас катый игрок выбирает стратегию XK из множества стратегии XK. То есть, все игроки, независимо друг от друга, выбирают стратегию XK из множества XK. Ну и при этом возникает набор стратегии X1 и так далее, XS. Это так называемая ситуация, так называют. Хотя в английской литературе там слово point часто употребляется, то есть точка. Ну, у нас как-то принято называть ситуацией. Значит, вот этот набор, ситуация принадлежит множеству X. Это прямое произведение по всем K от единицы до S, XK. Ну, я надеюсь, вот это обозначение X у нас не внесет путаницы. Вот для... у нас X было как бы в игре двух лиц. Итак, X большой — это множество всех ситуаций. На множестве всех ситуаций у катого игрока имеется функция выигрыша. Значит, F катает от X. Значит, она определена на множестве X большого. Ну и опять-таки цель катого игрока — максимизировать свой выигрыш. Итак, в результате получаем игру многих лиц. Значит, для ее описания нужно задать множество стратегий всех игроков. Определить функции выигрыша игроков. Ну, при всех K, принадлежащих Y. Значит, это игра многих лиц. Ну, опять-таки, в нормальной форме, поскольку игроки выбирают свои стратегии независимо. Ну, для этой игры также определим понятие ситуации равновесия. Ну, для этого нам потребуется одно обозначение. Значит, если у нас есть какая-то ситуация X, и у катого игрока есть стратегия Y, то давайте определим вот такую ситуацию X, две палочки, Y. Она означает следующее, что все игроки выбирают, кроме катого, они выбирают стратегии ситуации X, а вот на катом месте произошла замена. То есть, вместо X, K, катый игрок выбирает Y. То две палочки означают, как бы, X, K на катом месте заменяется на Y. Ну, и теперь давайте дадим определение ситуации равновесия. Определение. Ситуация X0 называется ситуацией равновесия, ну, или равновесием по нэшу. Если выполняется следующее равенство. Если максимум по всем X, K, F, K, T от X0, две палочки X, K, равняется F, K, T от X0. При всех K от 1 до S. Ну, мы это определение написали в форме, как бы, равенств. Можно было написать, вместо максимума, просто написать вот это вот F, K от X0, X, K, меньше равно F, K от X0. Ну, это, как бы, одно и то же. Ну, и смысл здесь такой же, как и раньше. Катому игроку, одному, невыгодно отклоняться от нулевой стратегии. Поскольку на нулевой стратегии X, K0 реализуется как ракс максимум. Вот он здесь, как бы, достигается. Ну, вот можно дать, как бы, эквивалентное определение ситуации равновесия с использованием так называемых множественных лучших ответов. Ну, сейчас я дам соответствующее определение. Значит, давайте зафиксируем X, L. Это стратегия всех игроков, кроме катов. Значит, X, L. Стратегия всех игроков, кроме катов. И определим следующее множество. Множество X, K, от X, L. L не равняется K. Это аргмаксимум по всем X, K. X, K, большое. F, K, от X. То есть, фактически, вот на эти все стратегии остальных игроков, значит, вот стратегии из этого множества являются, как бы, наилучшими ответами для катового игрока. То есть, они максимизируют функцию выигрыша катового игрока при фиксированных стратегиях вот остальных, заданных фиксированных стратегиях остальных игроков. Ну, и теперь определение ситуации равновесия можно записать вот в такой форме включений. Значит, X0. Это ситуация равновесия. Если X, K, нулевое, вот нулевая стратегия катового игрока, значит, она принадлежит множеству X, K от X, L, нулевое, L не равно K. Ну, это при всех K от единицы до S. Что здесь написано? Что X, K, нулевое, является наилучшим ответом на нулевые стратегии всех остальных игроков. Вот. Поэтому это понятно, что это, в общем-то, другая запись фактически вот этого определения. Определение ситуации равновесия. Ну, и более того, здесь даже содержится, в общем-то, метод нахождения ситуации равновесия. Значит, если вам удастся вот эти множества построить, то, соответственно, вы решаете вот такую систему включений и находите ситуацию равновесия. Ну, одну или несколько там, всякие могут быть случаи. Ну, а теперь давайте рассмотрим вопрос о существовании ситуации равновесия в играх многих лиц. Значит, у нас вот в антагонистической игре были достаточные условия существования седловой точки. Помните, если функция там F от X, Y вогнута по X, выпукла по Y, вогнута выпуклая функция, ну, и там все остальные условия выполнены, то седловая точка существует. Ну, вот, совершенно аналогичная теорема у нас можно доказать для игр многих лиц. Итак, теорема под номером 2.1. Ну, 2 означает, что вторая глава и первая теорема. Значит, пусть у нас X-каты, все множества X-каты это выпуклые, компактные евклидовых пространств. Ну, вообще говоря, разных размерностей. Дальше. Пусть функция F-каты от X, функция выигрыша ката игрока, непрерывно на произведение как бы этих компактов, то есть на множестве X прямое произведение X-каты. Дальше. Пусть функция, каждая функция F-каты, она является вогнутой по X-к при любых фиксированных при любых фиксированных XL стратегии остальных игроков. Если мы стратегии остальных игроков зафиксируем, возьмем XL, то функция F-каты по своей переменной она является вогнутой. То есть каждая функция F-к является вогнутой по своей переменной. Ну, вот в этом случае в игре гамма, значит, в игре многих лиц гамма существует ситуация равновесия. Ну, давайте докажем эту диорему. доказательства. Ну, так же, как мы доказывали теорему 1-3 насчет вогнутой выпуклой функции, здесь у нас будут две части. Значит, первая часть это когда мы предположим, что функции F-каты от X они не просто вогнуты, каждая по переменной X-K, а строго вогнуты. Значит, функция F-каты от X строго вогнута по переменной X-K. То есть, сначала докажем теорему в таком частном случае предположение строгой вогнутости, ну, а затем уже в общий случай там просто будет некий предельный переход. Итак, значит, пусть у нас функции F-каты от X строго вогнуты по X-K, но это означает следующее, что множество наилучших ответов, вот если мы берем множество наилучших ответов на любые стратегии остальных игроков, оно состоит из единственного элемента, поскольку максимум строго вогнутой функции достигается в единственной точке. Это мы с вами уже обсуждали. Значит, получается, что это множество состоит из единственного элемента, и мы его обозначим таким образом. F-ката от X-L, где L не равно K. То есть мы фиксируем любые стратегии остальных игроков, а вот этот элемент, он, понятно, он принадлежит множеству X-K, он определен однозначно, значит, получается некая функция. Ну, это как бы функция наилучшего ответа. Функция наилучшего ответа К-Того игрока. То есть функция F-K, функция наилучшего ответа. Ну и теперь для того, чтобы доказать существование седловой точки, нам потребуется построить некое отображение. Значит, давайте сопоставим каждой ситуацией X, значит, мы сопоставим ситуацию F от X, которая определяется следующим образом. Значит, ее К-Тая компонента такая, это просто F-K-Т от X L, L не равняется K. То есть это вектор, в котором каждый игрок, здесь K от 1 до L. K от 1 до S. То есть каждый игрок выбирает свой наилучший ответ. И вот из этих наилучших ответов составляется вектор F от X. Значит, можно заметить, что вот это отображение, оно фактически вектору сопоставляет, вообще говоря, некий вектор, оно является непрерывным. Почему? Потому что каждая вот эта функция, которая здесь фигурирует, каждая функция F-K-T от X-L, она непрерывна. Значит, можно сослаться, значит, функция F-K непрерывно по теореме 1-2. Там был как раз разобран частный случай, если максимум достигается в единственной точке, то вот эта точка, которая максимизирует, она задает отображение, которое является непрерывным. Итак, у нас получилось, что множество X, значит, это выпуклый компакт, отображается также в выпуклый компакт множества X. Причем вот это отображение F, которое мы сейчас построили, оно является непрерывным. Ну и теперь в этом месте мы ссылаемся на теорему топологическую, которая, в общем-то, значит, мы ее доказывать не будем, но на нее ссылаемся. Значит, теорема Брауэра. Теорема Брауэра о неподвижной точке. Ну, давайте ее отдельно сформулируем, а затем просто применим вот для данного отображения. Значит, теорема Брауэра. Значит, пусть у нас F непрерывное отображение из X в X, ну, где X это выпуклый компакт евклидового пространства. Выпуклый компакт евклидового пространства. тогда вот это отображение имеет неподвижную точку. То есть, существует такое X0 из X, такое, что F от X0 равняется X0. Ну, эта теорема, она доказательство есть, допустим, в зеленой книжке, она есть, или там есть книжка Пантрягина, комбинаторная топология, там тоже есть доказательство этой теоремы. Ну, естественно, мы ее просто будем применять. Давайте ее применим в данном случае. Значит, в данном случае у нас F, мы бы сказали, отображает выпуклый компакт X в себя, непрерывное отображение, ну и, соответственно, есть неподвижная точка. Значит, F от X0 равняется X0. Ну, если по компонентам расписать, то это получается следующее. F от K от XL нулевое L не равняется K, равняется XK нулевое при всех K от единицы до S. Вот такая получается неподвижная точка, расписанная как бы по координатам. И что это означает все? Это означает, что XK нулевое является наилучшим ответом на нулевые стратегии остальных игроков, потому что FK это функция наилучшего ответа. Ну и, следовательно, X0 это есть сетловая точка. То есть, тем самым теорема, вот именно первая часть теоремы полностью доказана. Ну, со ссылкой на теорему Брауэра. Давайте завершим доказательства. Во-первых, я хотел бы отметить, что первая часть доказательства, она, хотя она использует теорему Брауэра, но она вполне конструктивна. То есть, если у нас построены функции наилучших ответов, то для нахождения ситуации равновесия нужно искать решение вот такой нелинейной вообще говоря системы. То есть, система, которая вот там написана. Ну, у нас будут соответствующие примеры. А теперь вторая часть. Значит, вторая часть доказательства. предположим, что функции fk, t, они каждая вогнута по своей переменной, но не обязательно строго. Ну, в этом случае мы, так же, как в доказательстве теоремы 1.3, вот этот случай сводим к предыдущему. Давайте рассмотрим функции, пусть у нас есть ε больше 0, и рассмотрим функции f, ε, k, ε от x. это функция fk, t от x, минус ε на x палочки в квадрате. Ну, вот, xk палочки в квадрате это квадрат евклидовой нормы, соответствующего евклидового пространства. xk это элемент, это вообще говоря, вектор евклидового пространства. Ну, и получается, что вот эта добавка, мы знаем, что это строго вогнутая функция. Мы это обсуждали. И если мы к вогнутой по xk функции добавляем строго вогнутой по xk функции, то у нас получается, что функция fk, ε строго вогнута по xk. Значит, тем самым можно уже использовать доказанное утверждение для строго вогнутых функций. Ну, и вот по первой части доказательства получается, что у нас существует x, ε, это ситуация равновесия в игре с функциями fk, ε. Ну, последнее, что осталось сделать, нам нужно аккуратно перейти к пределу. Значит, давайте рассмотрим последовательность ε, h. Это положительные числа, которые стремятся к нулю, ну, h здесь 1, 2 и так далее. И у нас возникает последовательность x, ε, h, соответствующих ситуаций равновесия. Поскольку все эти ситуации принадлежат компакту x, ну, это выпуклый компакт, то из этой последовательности можно всегда выделить сходящуюся под последовательность. Ну, мы сейчас нового индекса здесь не будем использовать, а будем считать без потери общности, что x, ε, h сходится к некоторой ситуации x0. Значит, мы пользуемся тем, что x большое это компакт эвклидового пространства. Ну, и теперь давайте запишем определение ситуации равновесия вот для x, ε, h. Ну, и соответственно сделаем предельный переход и доказательство будет завершено. Значит, можно записать, что f, k, t, ε, h, ε, h, две палочки x, k, t меньше равно, чем f, k, t, ε, h, x, ε, h значит, вот это неравенство справедливо при любых x, k из x, k большое при всех k от 1 до s. Ну, здесь просто написано определение ситуации равновесия используется функция f, k, ε, h ну, и соответственно определение в форме как бы неравенства. ну, и теперь здесь сделаем следующее зафиксируем скажем вот k зафиксируем x, k и перейдем в этом неравенстве к пределу. Значит, при h стремящемся к бесконечности. В результате предельного перехода ну, вот эти добавки, которые здесь будут они стремятся к нулю потому что здесь ограниченная величина x, k квадраты и в пределе получим f, k, t от x нулевое две палочки x, k меньше равно f, k, t от x нулевое для любых x, k k от единицы до с. Вот результат предельного перехода полностью аналогичный переход мы делали в теореме 1.3 Итак, мы показали что ситуация равновесия x0 существует но здесь правда отсутствует конструктивный момент потому что есть переход по некой последовательности под последовательность поэтому это неконструктивный совершенно момент как искать x0 Итак, теорема доказана ну а теперь мы вернемся к общей игре двух лиц ну и соответственно примеры там построим построим там некоторые примеры итак у нас игра опять игра двух лиц ну и будем искать ситуацию равновесия ну опять-таки мы воспользуемся как бы определением и так сказать мы уже говорили что определение ситуации равновесия можно определить через множество наилучших ответов ну вот сейчас мы это сделаем в данном случае для игры двух лиц давайте возьмем любой y значит я напомню x от y это множество наилучших ответов первого игрока значит это арг максимум по всем x f от x так же так же у нас было и в антагонистических играх ну совершенно аналогичное множество для второго игрока определим его множество наилучших ответов значит для любого x из x большое y от x определяется как арг максимум вот в антагонистической игре это было арг минимум а здесь в данном случае это арг максимум функции g по переменной y то есть это множество наилучших ответов второго игрока ну и соответственно ситуация равновесия x0 y0 должна удовлетворять системе включения то есть x0 принадлежит x большой от y0 y0 принадлежит y большой от x0 то есть если вот эти множества как функции как бы множество зависит от x ну в данном случае от y и от x если они построены то вам нужно искать ситуацию равновесия как решение системы включения но опять-таки частный случай если у нас множество наилучших ответов состоит из единственного элемента при каждом y то у нас получается система уравнений значит пусть у нас множество x от y состоит из единственного ответа ну это функция наилучшего ответа первого игрока ну аналогично у второго множество y от x состоит из единственного элемента значит в этом случае если предположение скажем вот теоремы 2 1 выполнены понятно что эти функции являются непрерывными по теореме 1 2 они непрерывны ну и соответственно ситуация равновесия ищется как решение следующей системы x от y 0 равняется x 0 и y от x 0 равняется y 0 то есть мы эти функции нашли и решаем вот такую систему уравнений ну и получим ситуацию равновесия если все решения найдем то как бы все ситуации равновесия ну а теперь давайте перейдем к примерам ну вот первый пример он относится это первая задача первого уровня из контроля это нахождение ситуации равновесия в биматричной игре значит пусть у нас следующая матрица заданы 4 3 5 минус 1 4 минус 2 3 4 2 1 5 4 минус 1 2 5 3 значит это первая матрица и вторая матрица B 7 5 4 7 4 5 5 4 минус 3 6 6 2 8 7 3 6 нужно найти все ситуации равновесия в такой биматричной игре ну для этого мы действуем как раз вот мы должны найти как бы множество наилучших ответов ну давайте с первым игроком разберемся значит x от 1 что это означает второй убирает вот первый столбец а первый должен как бы наилучший ответ найти ну понятно что это множество состоит из двух элементов 1 2 то есть вот эти ответы являются наилучшими ну дальше x от 2 равно 1 значит если он выбирает это здесь наилучший ответ значит я повторяю значит у нас давайте может быть я не написал x от g это что такое арг максимум по i а и g то есть то есть это как бы множество наилучших ответов первого игрока ну а соответственно y от это арг максимум по всем g от 1 до 4 b и g ну вот дальше я просто не буду выписывать эти множества а просто буду обводить кружочки те элементы которые соответствуют максимальным которые являются максимальными соответствующих в столбце значит тем самым как бы множество наилучших ответов за первого мы построили ну а за второго совершенно аналогично значит если здесь фиксировать скажем первую строчку то есть стратегия первого игрока то нужно что построить нужно построить y от 1 то есть указать те же при которых максимум в этой строке достигается ну видно что это 1,4 ну я здесь скажем обведу квадратик то же самое если вторая строчка здесь максимальные элементы здесь соответственно третья здесь ну и здесь вот так ну и теперь получается что нужно чтобы найти ситуацию равновесия значит нужно фактически найти такую пару и 0 g 0 такую что выполнена соответствующая система включения то есть и 0 принадлежит x от g 0 ну и соответственно g 0 принадлежит у от и 0 но это что означает нужно найти те элементы где кружочки совпадают с квадратик ну вот оказывается здесь единственный в случае совпадения вот здесь значит и 0 g 0 равняется 3 3 значит раз кружочек и квадратик совпадают это значит на соответствующую строку на соответствующий столбец третья строчка является на третий столбец третья строчка является наилучше она максимизирует ну и здесь соответственно на третью строчку третий столбец он значит вот по строке если смотреть здесь максимальный элемент да сейчас еще 1 1 о да это я прозевал значит 1 1 да конечно 1 1 так ну вот это задача первого уровня теперь задача второго уровня когда ситуацию равновесия надо искать на прямоугольнике ну или на квадрате сейчас мы рассмотрим поиск на квадрате ситуации равновесия итак пример 2 ну это задача второго уровня исконтрольный так что можете отметить значит пусть у нас функция f от x y имеет такой вид это минус 3x квадрат плюс 2y квадрат плюс 7x y и g от x y равняется 4x y минус y квадрат минус y дальше x большой отрезок 0,1 y большой отрезок 0,1 ну во первых давайте проверим что вот в этой игре есть ситуация равновесия ну для этого надо проверить что функция f является вогнутой по x ну здесь вторая производная нетрудно видеть что она меньше 0 ну для любых здесь вот фактически квадратичная функция по x значит она равна ну минус 6 меньше 0 то есть строго она является строго вогнутой по x ну и функция g это минус 2 она строго вогнута по x поэтому условия теоремы у нас здесь выполнены то есть функция непрерывно там каждая вогнута по своей переменной множество отрезки но это понятно выпуклые компакты значит ситуация равновесия есть вот мы ее должны строить но при этом нужно построить функцию наилучших ответов для первого игрока и соответственно для второго ну а затем решить соответствующую систему которая была выписана давайте это сделаем ну заметим что поскольку у нас функция f значит мы должны сейчас фиксировать у и максимизировать по x значит поскольку она по x является вогнутой то мы применяем первый метод то есть нужно взять производную по x приравнять к нулю значит f' по x равняется нулю значит это будет значит минус 6x плюс 7y равняется нулю ну и вот у нас у как бы зафиксировано у зафиксировано а x чертой равна 7y на 6 это вот как раз точка максимума ну задача безусловной оптимизации когда мы просто максимизируем квадратичную функцию на всей прямой но нас интересует максимум на отрезке от нуля до единицы ну здесь нетрудно видеть есть два случая значит здесь может быть случай когда x чертой находится внутри отрезка а может быть случай вот такой значит это как бы первый случай это второй можно может быть случай когда x чертой вне этого отрезка вот в первом случае понятно что максимум на отрезке будет достигаться в x чертой а во втором случае максимум будет достигаться в точке единицы Потому что нас интересует отрезок 0,1. Ну и поэтому можно выписать функцию наилучшего ответа первого игрока. Значит, первый случай, когда у нас y от 0 до 6 седьмых, значит, в этом случае у нас x с чертой находится в отрезке 0,1. Понятно, здесь вот меньше 6 седьмых, значит, x с чертой больше равно 0, меньше равно 1. Значит, в этом случае будет x с чертой равная 7y на 6. Ну и второй случай, когда y больше равно 6 седьмых, меньше равно 1. Но в этом случае как раз это будет второй случай. Значит, мы выходим за отрезок, ну если здесь вот строго написать, за отрезок 0,1. Ну и тогда максимум будет вот этой функции достигаться в точке единицы. Итак, построили функцию наилучшего ответа первого игрока. Ну, совершенно аналогично для второго. Давайте рассмотрим функцию g. Значит, мы также ее должны максимизировать, но должны зафиксировать x и максимизировать по y. Что-что? Максимум. Нет, но здесь, понимаете, здесь вот два случая. Если у нас y в отрезке 0,1. В этом случае внутри, а в этом случае вне. Вот как раз вот вторую функцию будем строить, там может быть и в нуле. А здесь все нормально. Здесь просто за счет вот такого вида. Такой простой вид. Опять-таки функция g, она является вогнутой по y. Ну и мы увидим, что здесь возможно, как случай вот такой, здесь вот y с чертой, как бы точка безусловного максимума, она может находиться здесь. Это первый случай, здесь вот второй случай. И возможен как раз третий случай, когда y с чертой находится вот здесь. Ну и здесь вот именно вот в третьем случае максимум будет достигаться в нуле. Итак, давайте продифференцируем функцию g по y, приравняем к нулю, получаем следующее. Значит, 4x минус 2y минус 1 равняется 0. Отсюда вот y с чертой, это как бы точка максимума нашей параболы, безусловного максимума. Значит, она получается так, 4x минус 1 пополам. Ну и теперь нам нужно выяснить, когда вот эта точка x, y с чертой находится внутри отрезка 0.1. Ну, когда она там больше единицы, когда меньше единицы. То есть нам нужно решить следующее неравенство. 0 меньше равно y с чертой, равное 4x1 минус 1 пополам, меньше равно единице. То есть мы пишем условие как бы на x, y с чертой у нас находится в отрезке 0.1. Ну, отсюда вот это двойное неравенство, оно легко решается. И получаем следующее, что у нас x больше равно 1 четвертой. Значит, вот это вот как раз больше равно 0, x больше равно 1 четвертой. А вот второе неравенство приводит к следующему, меньше равно 3 четвертой. Вот при таких x, y с чертой у нас находится в отрезке 0.1. Дальше. Если x больше 3 четвертых, то у нас y с чертой вот эту единицу перескочит. Будет второй случай. Если x меньше 1 четвертой, то мы сюда выскочим. Потому что здесь прямая зависимость, монотонная, ну, просто возрастающая функция по x. y с чертой это возрастающая функция от x. Таким образом у нас получается вторая функция наилучшего ответа. Значит, y от x равняется. Значит, первый случай, когда x от 0 до 1 четвертой. В этом случае, значит, это у нас как бы вот этот третий случай получается. Ну, и ответ получается 0. Дальше. Если x больше равно 1 четвертой, меньше равно 3 четвертых, это будет ответ y с чертой. Значит, y с чертой равное 4x минус 1 пополам. Ну, и, наконец, третий случай. x больше 3 четвертых, меньше равно 1. Это как раз вот случай 2. Это вот у нас случай 1, а это случай 2. Значит, здесь получается единица. Итак, построили функции наилучших ответов. Теперь наша задача решить соответствующую систему, но можно ее решать графически. Можно построить графики и посмотреть точки пересечения графиков вот этих вот функций. Значит, ось x, ось y. Отрезок, да. Отрезок 0,1. 0,1. Ну, давайте построим вот этот график функции y от x. Значит, как он строится? Проще всего построить его так. Сначала посмотреть. Здесь, кстати, можно меньше равно ставить, поскольку эта функция непрерывна. Это известно, что функция наилучшего ответа, она в этом случае непрерывна. Ответ единственный. Значит, мы смотрим, где эта функция постоянное значение принимает. Значит, есть точка 1 четвертая, точка 3 четвертая. Значит, x от 0 до 1 четвертой, это значение равно 0. Дальше от 3 четвертых, вот перескакиваем сюда, от 3 четвертых до 1, значение равно 1. А вот в промежуточных точках, это линейная функция, поэтому смело строим график. Итак, вот эта вот функция, которая здесь у нас, значит, это функция y от x. Так, вторая функция x от y. Ну, здесь y у нас по оси ординат, поэтому смотрим, где постоянное значение эта функция принимает. y от 6 седьмых до 1. Здесь 6 седьмых. Вот в этом отрезочке она принимает постоянное значение, равное 1. Я вот так вот заштрихую. Ну и дальше, опять-таки, линейная функция. Причем, если y равно 0, значит, это будет 0. То есть, в 0 это значение равно 0. Вот, поэтому соединяем вот эти точки. Ну и вот такая линия. Значит, это график функции x от y. Ну и теперь мы смотрим точки пересечения вот этих двух графиков. Они соответствуют как раз ситуации равновесия. Ну, здесь в данном случае три ситуации равновесия получается. Значит, давайте их все выпишем. Ну, первые две, они соответствуют вот этим углам. Значит, это, во-первых, 0, 0, 1, 1. Ну и есть ситуация равновесия. Это внутренняя точка квадрата. Ну, вот для того, чтобы ее найти, нам фактически нужно решить систему. Давайте я еще раз запишу. Значит, x от y, нулевое. Значит, x от y, нулевое, это, значит, 7y, нулевое делить на 6. И должно быть равно x, нулевое. Вот первое равнение. Второе равнение. Берем вот эту функцию. y от x, нулевое. Ну, поскольку все находится, так сказать, внутри, здесь вот. Поэтому здесь будет 4x, нулевое, минус 1 пополам. Равно y, нулевое. Вот эта система у нас была выписана, ну, как бы в общем виде. А в данном, в частном случае, она имеет вот такой вид. Ну, она легко решается. Значит, эта система легко решается. Здесь ответ такой получается. x0, y0 равняется. Так, 7 шестнадцатых, 3 восьмых. Итак, нашли 3 ситуации равновесия. Ну, я хотел бы отметить, что здесь, возможно, и другие всякие варианты. Вот если бы вот эта вот функция вела себя вот таким образом, вот пришла вот в эту точку, то здесь было бы ровно 2 ситуации равновесия. Ну, возможно, конечно, одна, единственная ситуация равновесия. Ну, и хотелось бы еще отметить, что на контроле некоторые ошибочно действуют таким образом. То есть берут, просто составляют систему. f' по x равно 0, g' по y равняется 0. И решают вот такую систему. Ну, хорошо, если решение окажется внутри. Тогда вы одну нашли. То есть вот так можно решать. Но вот на концах вы, так сказать, не уследите. Ну, вот на краях. Тем более, если вот точка здесь. Трудно ее таким образом выловить. Так, ну, это вот пример, который касается, значит, единичного квадрата. Ну, я хотел еще один привести пример. Это, в общем-то, модель Курну в самом простейшем виде. Модель Дуаполия Курну в самом простом виде. Итак, третий пример Дуаполия Курну. Значит, пусть у нас имеется две фирмы, которые производят товар одного и того же вида. Значит, первая производит в количестве x. Ну, x больше равно 0. Вторая производит в количестве y. Далее. После того, как на рынке оказывается вот такое количество товара, то цена на этот товар... Давайте определим вот такой простой формулой. Значит, это а минус x минус y. То есть, это убывающая функция, ну, такого вида. Чем больше товара, тем меньше цена. Дальше. Пусть c – это себестоимость производства единицы товара. То есть, если произвели x, то затраты равны c на x. И для обеих фирм эти себестоимости равны. Ну, а теперь давайте запишем прибыли фирм. Это будет их выигрыш. Так, f от x, y равняется. Значит, вот по такой цене продали, произвели количество x. А затраты – минус c на x. Ну, здесь можно вынести x и написать так. А минус x минус y минус c на x. Вот такая функция выигрыша. По смыслу, это прибыль, что она получает. Значит, вот эта выручка продали по цене p. А вот это затраты. Затраты линейные. Значит, разность между выручкой и затратами – это прибыль. Ну, у второй фирмы аналогично. g от x, y. Это а минус x минус y минус c умноженное на y. Ну, давайте найдем ситуацию равновесия вот в такой игре. Ну, можно заметить, что функция f, значит, функция f, на самом деле, она квадратична по x. То есть, опять строго вогнута по x. Функция g квадратична по y. То есть, опять строго вогнута по y. Ну, и теперь давайте построим функции наилучших ответов в этой модели. Значит, зафиксируем y и наилучший ответ для первой фирмы построим. Ну, на самом деле, график функции f, он следующий. Значит, вот есть, значит, в нуле это 0. Дальше в точке a минус y минус c. Значит, вот если это как бы второй корень, значит, это функция f. Здесь ось у нас x. Вот если x равно a минус y минус c, это как бы второй корень. Ну, и здесь у нас просто вот такая парабола. Вот график функции. Ну, это в каком случае? Это в случае, если y у нас меньше, равно чем, ну, скажем, строго меньше, чем a минус c. Вот тогда будет вот такая картинка. Второй случай, когда y больше, равно a минус c, то картинка будет другая. Она вот такая будет. Потому что a минус c, a минус y минус c, вот эта точка перейдет сюда. Ну, вот, исходя из этого наблюдения, уже можно выписать функции наилучших ответов для первой фирмы. Значит, это x от y равняется. Значит, в первом случае, это будет в случае, если y меньше a минус c. Ответ будет такой. Значит, максимум здесь как раз в полусумме достигается. Это квадратичная функция, поэтому максимум достигается в полусумме. Получается a минус c, a минус y минус c по полусумме. Ну, и второй случай, если y больше, равно a минус c, то здесь 0 получается. Ну, функция наилучшего ответа для второй фирмы выписывается совершенно аналогично, поскольку здесь полная симметрия. Я просто выпишу ответ. Значит, y от x равняется a минус x минус c пополам, если x меньше, равно a минус c. Ну, и 0, если x больше, равно a минус c. Ну, осталось, что сделать? Осталось построить графики вот этих функций, ну и, соответственно, найти равновесие. Давайте это сделаем. Значит, это у нас ось x, ось y. Функция y от x. Ну, она равна 0, когда x, вот здесь точка есть a минус c, вот здесь она равна 0. Ну, а дальше она является линейной. От 0 до a минус c она линейна. Ну, и в 0 значение равно a минус c пополам. Поэтому вот такая вот функция y от x, это как бы график функции наилучшего ответа. Полностью симметричный, так сказать, симметричный график для функции x от y. Значит, он здесь, здесь будет точка a минус c. Здесь точка a минус c пополам. Ну, и так вот соединяем. Ну, и вот пересечение этих двух графиков, это и есть ситуация равновесия. Ну, вы, значит, вам задание такое, просто найти уже точку x0, y0. Они, кстати, будут равны. Ну, и, значит, посмотрите, что при этом будет. Какое будет при этом производство товара. То есть надо найти ситуацию равновесия, явно выписать. И посмотреть, какое будет производство товара. То есть имеется в виду, какая будет сумма. Ну, еще полезное упражнение состоит в следующем, что вы рассматриваете, что одна фирма просто является монополистом. Значит, у нее функция выигрыша будет простая. Значит, это будет f от x. А минус x, вот столько она произвела. Значит, умножается минус c, умножается на x. Вот ее будет такой выигрыш. Ну, вот найдите максимум вот этой функции. Будет достигаться в какой-то x со звездочкой. Ну, и посмотрите, что будет. Сравнить нужно количество в дуополии и количество в монополии. Окажется, что монополии производят меньше, а цена выше. То есть вот для этого и существует дуополия или олигополия, если много фирм. Там чем больше фирм, тем, соответственно, будет большее количество товаров произведено и меньшая цена. Продолжение следует...